Меня зовут Матреев Николай, я подготовил сообщение про точку роста Чуваши. Вообще, чтобы рассказать про точку роста, я хотел бы еще сказать пару слов, что же такое вообще рост. Вообще рост это движение вперед, да, вот у нас график показан, который показывает, как у нас движется все вперед. Для Чуваши, если сказать, мы будем говорить про рост, это все-таки рост, не рост, а развитие. Про развитие, если будем говорить, то в 1993 году в Рио-де-Жанейро было проведено саммит, первый саммит земли, которым были все руководители земли, собранные в одном месте. Они думали, как жить в 21-м веке. И вот в этом саммите была разработана концепция устойчивого развития. В эту концепцию входило три основных понятия. Это экономика и хозяйство, экология, социальная сфера. Вот эти три основных части должны быть равнозначны. Чтобы мы развивались вперед, эти три части всегда должны присутствовать. Но главным локомотивом развития любого вот этого общества все-таки является экономика. Как бы мы ни хотели, одной экологии жить мы не будем. То есть все у нас движет экономикой. То есть как бы мы ни хотели строить пандусы везде, если у нас ничего нет в этом экономике, то и пандусов у нас никаких не будет. Перейдем к Чувашии наконец-то. Чтобы сказать, что у нас развивать, надо оценить ее физическое, географическое положение, экономику, связи с другими регионами. Вот естественные преимущества, какие. Вот я несколько из них вывел. Это располагает большим людским потенциалом и трудовыми ресурсами. Пересекают основные транспортные пути. Горьская железная дорога, федеральная автомагистральница, нефть и газопроводы. Речной транспорт. Развита все-таки достаточно, в сравнении с другими регионами, инфраструктура. Стабильная экономическая и политическая обстановка. Какая есть. Соседство с крупными городами-миллионниками. Вот Казань и Нижний Новгород. Шестое. Располагает уже сложившимися базами машиностроительной и химической промышленности. Причины тормозящие развития. Это отсутствие сырьевых ресурсов и полезных ископаемых. Отсутствие крупного финансового капитала и денежных ресурсов. То есть инвестиции у нас брать особо нет. Бедность и слабая платежеспособность населения. Коррумпированность, сильная забюрократизированность, нежеспособная система управления и отсутствие социальных лифтов. То есть как сидят они уже 10-20 лет, так и сидят там. Не знаю, чем занимаются. Отсутствие поддержки и стратегии развития малого и среднего бизнеса. Социально поддерживают, поддерживают. Кого поддерживают тоже. Точки роста. Вот какие я выявил основные. Это сельское хозяйство. Малый и средний бизнес. Электроника и приборостроение. Машиностроение. Лесопереработка. IT-технологии и софт. Туризм и отдых. Химическая промышленность. И торговля. Сейчас пару слов скажу про них. Сельское хозяйство. Поддержка льготными кредитами и субсидиями. Помощь. Правовая и экономическая поддержка крестьян с целью организации артелей и кооперативов. У нас некоторые получают деньги, но что делать с этими деньгами? Никто не понимает в деревнях. У нас никто не учит. Вот самая большая проблема. Третье. Льготный допуск ко всем рынкам, магазинам и супермаркетам на территории республики. Это сколько ни говори. Второе. Малый и средний бизнес. Создание условий для получения кредитов предпринимателями под гарантией правительства. Вот кредиты взять на обмысление бизнеса – это огромная проблема. Второе. Упрощение всех процедур оформления. С оформлением. Третье. Обучение организации за счет республики регулярных курсов, семинаров, тренингов, организация форумов для контакта с предпринимателями из других регионов и стран. Четвертое. Юридическая и правовая поддержка. Ну это всегда было так. Электроника и приборостроение. Развитие и расширение кластера по производству рельефа. Все-таки наша республика рельеф в основном производит. Второе. Создание и поиск инвесторов для размещения производств по сборке бытовой и промышленной электротехнической продукции на базе электроагрегатного завода, ЭЛАРы, завода солнечных батарей и ХИБЭЛ. Это можно сделать, если очень это захотеть. Машиностроение. Перепрофилирование промтрактора на производство комплектующих для продукции машиностроения и на выпуск более легких тракторов и техники. Промтрактор не конкурентоспособен с кокотиллером. Это хоть как бы они старались. Второе. Развитие вагоноремонтных мощностей в городе Канаш. Третье. Субсидирование и поддержка предприятий производителям импортозамельчений и продукции. Чтобы заменять ингры. Так. Дальше. Лесопереработка. Создание на базе лесов Мариел и Ибресенского района мебельных производств. Полное использование лесопильной продукции. ИТ-технологии и сотки. Поддержка малых и талантливых программистов. Выделение грантов. Юридическая и правовая поддержка. Вот информационные технологии на сегодняшнее время являются двигателями вообще экономики. Вот то, что наше правительство не видит, что это вот двигатель экономики. Это вот очень меня огорчает. Туризм и отдых. Создание дешевых, удобных гостиниц и отелей. Создание кемпингов для отдыха горожан и приезжих. Медицинские услуги и сервисы. Вот кемпинги надо развивать. Вот у нас в парках постоянно любят гулять. Надо организовать нормальные кемпинги, чтобы там хоть что они делали. Потому что убираться за ними никто не будет. Химическая промышленность. Реорганизация и модернизация химпрома. Поиск инвесторов и бюджетных средств для строительства мини-МПЗ. Резинотехнических изделий и пластика. Третье. Переработка отходов. И последняя точка, которая выглядит, это торговля. Постройка крупных логистических центров и заводов пищевой промышленности. Наша республика расположена на перекрестке различных путей и дорог. И строить у нас логистические центры сам Бог велел. Вот то, что наше правительство не видит, что можно привлечь инвесторов для этого, меня тоже особо огорчает. Вот кратко, вот то, что основные точки роста, которые надо привлекать деньги и работать над ними, вот чтобы развивать нашу чувашечку историю.